Я Гульнара Абдулаева, историк, публицист. Я освещаю события, происходившие в эпоху крымского хана. Моя цель – показать настоящее прошлое крымских татар. Бывший колгас Адетый Герая III, Девлет Герая, приложил все усилия, чтобы его предшественник покинул трон. Он надеялся, что выбор преданных ему Мурс, оставивших критический момент хана Адетый Герая, падет на него. Но пока он ждал появления новостей из военного османа крымско-татарского лагеря, пришло известие. Большинством голосов Пеев и Мурс был избран его родственник Сафа Герай. Сафа Герай был внуком хана Селямета Герая. Хронисты отмечали, что это был человек умный, щедрый, ценивший науку. Он покровительствовал ученым и образованным людям, чем и снискал к себе уважение. Он родился через 40 дней после смерти своего отца, Нуридина Сафа Герая. Его родной дядя Бахадир Герай Хан дал ему имя отца и воспитал как своего сына, женив на дочери Бея Онтимура Ширинского. Выбор бейской верхушки пал на этого Герая не случайно. Он уже показал себя хорошим управленцем, будучи Нуридином при первом правлении хана Ильхальш Селима Герая. После того, как Садет Герай III сложил в себя полномочия хана в 1691 году, Сафа Герай, который принимал участие в походе, был избран на ханский трон. Первые месяцы ханства Сафа Герая прошли на поле битвы, где, к слову, отличился крымско-татарский полководец и правая рука хана Сираскир Хаджа Али Паша. Благодаря крымским аскерам было выиграно несколько битв и взято несколько крепостей. Такой успех не мог не задевать бывшего колгу Девлета Герая, вынужденного находиться в стороне от событий. Девлет Герай Султан снова вступает в игру. Его цель – убрать с пути сильного соперника. Не подозревая о назревавшем заговоре, Сафа Герай принимает решение идти на крепость Яркуки. Но в самый последний момент произошло то, чего никак не мог ожидать хан. С ним повторилась история его предшественника, Саадето Герая. Большая часть армии не присоединилась к Сафа Гераю. Крепость так и не была взята. Разгневанный хан потребовал немедленного разбирательства. Как оказалось, виновниками истории были влиятельные начальники личной ханской армии Капы Кулу. И к ним присоединились Мурзы. Именно Мурзы и Эмиры обвинили хана в несовершаемых им грехах. И выдвинули категорическое требование призвать в третий раз на трон всеми уважаемого Ильхаджа Силима Герая. Сафа Герай вынужден был подчиниться. И отбыл на остров Родос. На Родосе Сафа Герай прожил недолго. Вскоре его соперник Девлет Герай занял трон. По желанию своего отца Силима, Девлет пригласил Сафа Герая в Бахчисарай. Но оскорбленный поведением родственника, Сафа Герай перебрался в город Каренабад. Ныне это территория Болгарии. И провел здесь остаток жизни. Он умер в 1703 году. В возрасте 66 лет. И был похоронен в поселке Кара Кулагазлы во дворе мечети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулага Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулага